Спорт, искусство, военная наука, строгое воспитание. Среди прочих видов искусства фехтования выделяется особая эстетика и богатством истории, уходящей в далекое прошлое. Но и в 21 веке мушкетверские традиции продолжают жить. Хотя знаменитые тысячи чертей, а уж тем более Каналья в ходе современного поединка услышишь навряд ли. Нижегородскую область известна сильнейшей фехтовальной школой с 50-х годов прошлого века. Расцвет горьковского фехтования пришелся на 60-е и 70-е годы, когда Людмила Шишова, Герман Смешников и Владимир Денисов завоевывали свои олимпийские медали. А в секции приходило все больше заинтересованных ребят, стремящихся походить на своих кумиров. В 1964 году в Арзамасе были проведены соревнования на первенство Горьковской области. Участие в них приняли и прославленные олимпионики Людмила Шишова и Герман Смешников. В конце 90-х областную спортивную федерацию фехтования возглавил серебряный призер олимпийских игр в Мюнхене Владимир Денисов. В 2008 году на пост президента федерации был избран мастер спорта СССР по фехтованию. Генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина Олег Лавричев. С этого момента начался новый период развития Нижегородской школы фехтования. Спортсмены добиваются высоких результатов. О них узнали в стране и в мире. Фехтование стало широко развиваться и в районах области. Появилось много новых перспективных ребят. Вновь начинают свою работу когда-то закрытые спортивные школы по фехтованию. Четыре года назад в Арзамасе открылась первая секция фехтования. Инициатором ее создания стал Олег Лавричев. О клинках он знает не понаслышке. Все-таки сам мастер спорта СССР. После проведения в нашем городе семи российских первенств среди кадетов и юниоров даже самым скептически настроенным стало ясно, что фехтование в Арзамасе это всерьез. И похоже, что надолго. Я очень рад, что мой любимый вид спорта, которым я занимался, серьезно занимался, сейчас получил дополнительный импульс развития на территории Нижегородского региона и города Арзамаса. Естественно, я испытываю удовлетворение чисто человеческое. У нижегородцев, фехтовальщиков сильные очень традиции. Среди них много спортсменов высшего спортивного уровня. Олимпийцы, серебряные, чемпионы Олимпийских игр, многократные чемпионы мира, Европы. Поэтому ребятам есть с кого брать пример. Я надеюсь, что все больше ребят и девушек будут приобщаться к этому интересному, развивающему не только спортивную выносливость, но и интеллект виду спорта. Сергею всего 15. Пришел в секцию за компанией с друзьями. Да так и остался. Говорит, зацепило. Это зрелищное развитие физическое. Необычно держать боевую саблю. Развитие духовное также. В его спортивной копилке приличное количество наград, завоеванных мальчишкой за три года. Именно столько Сергей занимается в секции. Тренирует его мастер спорта Вадим Карпачев. Именно он разглядел и помогает развивать своему воспитаннику лучшие профессиональные качества. Быть фехтовальщиком без преувеличения тяжелый ежедневный труд. Если, конечно, хочешь добиться спортивных результатов. Поэтому долго думать о недавней победе некогда. Впереди вновь ждет большая и, несомненно, плодотворная работа. В 2012 году в Федерацию фехтования России была подана заявка на проведение первых первой страны среди юниоров и кадетов в Арзамасе. Заявка была одобрена. Теперь организаторам предстояла большая работа. Ведь все должно было пройти на высшем уровне. В успехе организаторы не сомневались. Координацию действий на себя взяли областное правительство, Федерация фехтования Нижегородской области, крупнейшие предприятия города, первым в списке которых был Арзамасский приборостроительный завод. В начале 2013 года в Арзамасском фоке состоялась торжественная церемония открытия российских первенств по фехтованию среди юниоров и кадетов. На ней присутствовали руководители Российской Федерации фехтования, тренеры, лучшие судьи, именитые спортсмены. Так олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр Станислав Позняков и Сергей Шариков еще не раз потом приезжали в Арзамас. В это время в город прибывали сильнейшие юниоры и кадеты страны. Соревнований такого уровня Арзамас еще не видел. В свою очередь гости были поражены европейским уровнем организации турнира, которого совсем не ожидали от провинциального города. Кроме слов благодарности и восхищения, в общем-то, я не могу ничего сказать, потому что за последние три года второй раз Нижегородская Федерация фехтования организовывает крупнейшие соревнования, всероссийские соревнования. В позапрошлом году это были соревнования среди кадетов в Нижнем Новгороде, сейчас это и юниоры, и кадеты в Арзамасе. Беусловно, те условия, в которых проходит соревнование, является достаточно серьезным показателем подготовки организованного комитета к этим мероприятиям. Я думаю, что на таких партнеров, как Федерация фехтования Нижегородской области, мы будем равняться в будущем, и, безусловно, Федерация фехтования будет их поддерживать и гордиться такими партнерами. Арзамасские фехтовальщики тогда впервые выступили на турнире всероссийского уровня, смогли пообщаться с настоящими звездами этого вида спорта. Значение этих первенств трудно переоценить. Для спортсменов это возможность попасть в российскую юниорскую сборную. Главным событием того первенства для тех, кто болел за нижегородцев, стала блестящая победа кадета-рапериста Алексея Чуева, завоевавшего золото в личном турнире. Офигенно! Очень круто! Правда, очень хотел. И получилось, да. До последнего, правда, не верил, что я нанесу этот укол последний, но вот она просто... Просто эмоции переполняет. А вот в командных соревнованиях нижегородские саблисты уверенно взяли серебро первенства 2013 года. Лидер команды Александр Восяев вошел в состав российской юниорской сборной. Сегодня организаторы турниров говорят, что идея привести в Арзамасс всероссийские первенства здорово сработала. Школьники своими глазами увидели, что же такое спортивное фехтование. На трибунах просто не было свободных мест. Сегодня в желающих почувствовать себя рыцарями клинка недостатка нет. Ведь научиться фехтовать можно практически в любом возрасте. И вовсе не обязательно становиться профессиональным спортсменом. Можно просто записаться в секцию. И пока остальные тратят время на общение в соцсетях, вызвать кого-нибудь на настоящую дуэль. Занятия в секции 5-6 дней в неделю. Днем школа, вечером, часы изнурительных тренировок. Металлический звон в спортивном зале не утихает ни на минуту. Так юные спортсмены постигают азы спортивного фехтования. Одну группу фехтовальщиков сменяет другая. Мы готовимся перед соревнованиями, настраиваемся. Потому что нет смысла куда-то ехать на соревнования, чтобы отдохнуть. Там вкладываемся, стараемся на 100%. Дисциплина в секции прежде всего. Но своим воспитанникам, тренеру Вадиму Карпачеву, это объяснять и не нужно. Из-за огромного желания добиться успеха, эти ребята – старательные ученики. За их впечатляющими спортивными результатами стоит каторжный труд. Спорт рыцарей и интеллектуалов давно превратил провинциальный Арзамас в фехтовальную столицу России. И это признают на самом высоком уровне. Горячее сердце, холодная голова и твердость руки – вот девиз фехтовальщика. И самое главное, о чем помнит каждый ребенок, занимающийся в секции – победа – дело, конечно, приятное, но сиюминутное. Дальше все приходится начинать сначала. Мои дети – труженики. Они, знаете, они готовы заниматься круглые сутки фехтованием, если бы им позволяло время. Они молодцы, они пашут, они хотят. Они видят, что мы можем. Они на данном этапе поверили в свои силы. В 2014 году Арзамас вновь собрал всю юную фехтовальную элиту страны. Борьба за путевки на первенство Европы и мира шла нешуточная. Страсти были наколены до предела. Конечно же, слезы поражений, радость побед и боль от травм – неизменные спутники любых соревнований. Но в итоге это всегда обязательно зрелищный, великолепный спортивный праздник фехтовального искусства. Сегодня можно с уверенностью сказать, что установленную Российской Федерацией фехтование высокую планку арзамасцы взяли. И в этом огромная заслуга Федерации фехтования области, слаженная работа которой за это время помогла совершить настоящий прорыв популяризации этого вида спорта. В Арзамасе открылись и действуют секции, в которых взращивают саблистов и шпажистов. Так наши мальчишки и девчонки получили возможность выступать не только на всероссийских соревнованиях, но и на первенствах Европы и мира. Вадим Карпачев, по словам своих учеников, тренер строгий, но справедливый. И даже добрый. Но это только до той поры, пока не придется выходить на серьезный результат. Мягким здесь быть сложно. Вряд ли случится, что соперники будут поддаваться. И, наверное, в этом случае, выражаясь образно, лучше получить один удар от тренера, чем десятки от соперников. Я их всех помню, каждого поголовно, кто как пришел. И видно было у детей, которые, наверное, спустя полгода, начали они заниматься все с октября 2012 года. Пришло очень много народа. И, знаете, вот многие тренеры в России, которые заслуженные, титулованные, они мне, как молодому тренеру, говорят, что первый набор, он всегда золотой. Ну, как бы, из их практики. И вот, действительно, первый набор, который прошел в Арзамасе, из них сейчас, на данном этапе, спустя три года, 80% детей удержались и остались заниматься фехтованием. Тогда же, в 2014-м, окрыленные успехом организаторы озвучили идею проведения в Арзамасе, первого в истории детского первенства страны. От идеи до воплощения прошло немногим более года. И осенью в третьем спортивном переулке вновь появились автобусы с юными участниками российского детского первенства. За те четыре дня, что шли поединки, слово «впервые» вообще часто звучало. Впервые в Арзамасе прошло детское первенство. Впервые в таком мероприятии приняла участие команда из Севастополя. Казанский шпажист вошел в историю фехтования как первый чемпион соревнований для спортсменов не старше 15 лет. Организаторы постарались, чтобы и сам уровень проведения детского первенства мало чем отличался от взрослых соревнований. Трансфер, размещение, питание и даже культурная программа – все было продумано до мелочей. Весь накопленный опыт был применен, чтобы юные спортсмены могли сосредоточиться исключительно на поединках. Нигде в Европе и, скорее всего, в мире на таком уровне не проводят соревнования в этой возрастной категории. Поэтому здесь можно сказать только слова благодарности организаторов. И мы в очередной раз всегда рады и будем поддерживать любую инициативу, которая этим регионом будет проявлена. Сегодня интерес к фехтованию в Арзамасе велик. Тем более, что наши саблисты и шпажисты за этот короткий срок успели добиться действительно блестящих результатов. А ведь в нашем регионе фехтование только начинает возрождаться. Вероятно, очень важным моментом здесь является то, что фехтование – один из видов олимпийского спорта, проявить себя в котором может каждый желающий. Спорт для всех. Малый рост, полнота. Все это может с легкостью компенсировать ловкость, смелость, дерзость, а главное – ум и настойчивость в достижении цели. Фехтование – это такой вид спорта, где может заниматься и маленькие, и большие, и взрослые, и высокие, и не очень высокие. И очень интересно, потому что нет, как в некоторых единоборствах, веса, роста. Каждый может выигрывать только за счет того, что ему дала природа или то, что он хорошо себя развил. Кто-то за счет скорости, кто-то за счет реакции, ну а кто-то за счет выносливости. Ближний или дальний, наступательный или оборонительный, скоротечный или выжидательный – тактика ведения боя в фехтовании, как на войне. Но кто бы ни победил в этой битве, она всегда заканчивается не счетом на табло, а благородным рукопожатием. Редактор субтитров А.Семкин